МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Испытание непогоды. В Беларуси продолжают ликвидацию последствий шквалистого ветра. Медицинские, промышленные и даже гастрономические туры как привлечь и чем удивить зарубежных гостей сегодня говорили на молочном предприятии Белынча. Как представили торгово-инвестиционный потенциал двух стран на масштабном Белорусско-Российском бизнес-форуме, можно ли стать инвестором, не разбираясь в тонкостях работы фондового рынка. Об этом и не только через несколько минут в экономическом обзоре Наталья Надольская. Где будут проверять продукты из островца и что построят в 2018-м? В городе Атомщиков побывала Ольга Коршун. Последний мирный день глазами реконструкторов в Бресте вспоминают июнь 41-го. Важность момента прочувствовал и Петр Бутрим. Оливье Шарлье в Минске. Почему французский скрипач не дает интервью в день концерта и с какой музыкой ассоциируется у маэстро Беларусь? Анастасия Бенедесюк с подробностями. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Так уже восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, пострадавших от шквалистого ветра. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Основной удар стихии нанесла по Слуцкому району. Там град бил саженцы, ветер поднимал крыши и валил деревья. Между тем оранжевый уровень опасности сохранится до конца дня. Кому грозовой фронт застал врасплох и кому еще предстоит с ним встретиться. Материал Дмитрия Байровича. Вот такой вот град. Представляете? Ирина Кисель такой непогоды не видела давно. Стихия в ее деревне у Глушнева пришла внезапно, просто смыв с грядок фасоль, картошку и лук. Но больше досталось любимой яблони. Спелых плодов в августе здесь уже не ждут. Страшно так было. Ужасно вам не рассказать. Сразу потемнело. И ветер вообще. Даже вот через окна в дом, представляете, вода текла. Также не повезло и этой березе. Но хозяйка подворья, Явалина Новак, убеждает, такой урон лишь малая часть того, что пережили местные жители накануне вечером. Я остолбанила. Одна в хате себе думаю, все, дом побег. А потом, о-о-о-о, прям глаза закрыла. Открываю. О, Господи, хата целая. В стране из-за ветра на 42 дерева стало меньше. Одно из них в Минске упало сразу на две машины и скорую. Стихия повредила 47 крыш жилых домов, а также 12 хозпостроек. Сейчас последствия непогоды ликвидируют. Задействовано около сотни спасателей и 30 единиц спецтехники. К этому моменту все обесточенные населенные пункты подключены к электроэнергии. С 12 часов сегодняшних суток у нас абсолютно нормальная рабочая обстановка в электрических сетях энергосистемы. Была организована дополнительная работа нашего персонала. Мы, в принципе, всегда готовы к работе в аналогичных ситуациях. К работе было привлечено порядка 30 бригад. А вот так выглядят теперь некоторые частные огороды в Слудском районе. Он больше других пострадал от стихии. В этом доме снесло крышу. Этим кустам ветер сделал модную укладку. Не повезло и благородным птицам. Дерево с гнездом аистов в деревне Дуброво повалило ветром. Семья пернатых погибла. По наблюдениям синоптиков, сила ветра накануне и сегодня ночью доходила до 21 метра в секунду. МЧС даже разослала СМС-предупреждение. Прогноз погоды же, в свою очередь, не утешает. Оранжевый уровень опасности сохранится до конца дня. Сегодня до конца дня по северной половине страны действует штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды, таких как грозы на большей части территории и усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Беларусь то и дело накрывает то Кирилл, то Джизи, то уже ставший легендарным Хавьер. Однако каждый раз люди мобилизируются, помогая друг другу. Так что, кажется, нам и впредь не будут страшны никакие катаклизмы. Дмитрий Боярович, Галина Буро, Илья Хаткевич и Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ. Главы МИД стран Центральной Европейской Инициативы начали прибывать в белорусскую столицу. Завтра в Минске пройдет заседание руководителей внешнеполитических ведомств этой международной организации. Предполагается, что главной темой дискуссии станет вопрос объединения усилий для сохранения стабильности в регионе. В настоящее время в ЦИИ разрабатывается новый план действий и меняются правила в структуре. Новшества должны будут еще лучше работать на укрепление региональных связей между европейскими государствами. Мы нечто большее, чем просто организация. Мы своего рода единый континент, который живет благодаря постоянному диалогу, торговым отношениям, культурному обмену между Белоруссией и Италией. Ведь наши страны дружат на протяжении многих лет. Нам нужно и дальше поддерживать связь, и инициатива должна исходить от обеих сторон. От этой встречи я ожидаю продуктивного результата. Если вы знаете, я была аккредитована в вашей стране в качестве посла на протяжении пяти лет. Поэтому для меня огромное удовольствие вновь посетить вашу страну. Ведь белорусы очень близки и дороги мне. Спасибо за теплый прием. На повестке дня очень много идей, инициатив. Мы открыты для новых сфер взаимодействия. У нас много тем для обсуждения. К примеру, вопросы миграции, проблемы беженцев. Напомню, в нынешнем году Беларусь находится в статусе председателя Центральной Европейской Инициативы. Беларусь принимает крупный международный промышленный форум «Экспо Раша-Беларусь». Основные участники – представители малого и среднего бизнеса. Они презентуют инновационные разработки в различных сферах энергетики, сельском хозяйстве и машиностроении. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская о проведенных переговорах и заключенных контрактах. Наталья, добрый вечер. Какие преимущества у этого делового форума? Добрый вечер, Сергей. Для предпринимателя это еще одна возможность найти покупателя или инвестора. Сама выставка и бизнес-форум – это дополнительный импульс торгово-инвестиционному сотрудничеству между государствами. Запланированы более 400 деловых переговоров. Если в позапрошлом году стороны заключили более 60 контрактов, то в этом организаторы намерены превзойти результат. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты в своей работе более 50% организует деловых визитов и приемов с нашими партнерами с российской стороны. У нас заключено более 70 соглашений, и это живые рабочие соглашения, которые реализуются ежемесячно. Минск и Пекин открывают новые горизонты сотрудничества сельское хозяйство, инновации, туризм. Сразу несколько соглашений подписали сегодня Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Комитет содействия международной торговли, а также Ассоциация по торговле и услугам Пекина. Документы скрепили подписями представителей двух стран на бизнес-форуме. В составе делегации из Поднебесной около 20 компаний, которые к тому же заинтересованы в совместных проектах в сферах пищевой промышленности и медицины. Отношения между Китаем и Белоруссией имеют большое значение. Пекин и Минск – это дружественные города. Я уверена, что благодаря этим соглашениям мы продолжим плодотворное сотрудничество между нашими странами, в том числе и на фоне строительства индустриального парка «Великий камень». Мы рассчитываем, что будет хорошая наполняемость и переговоров, и контактов. Тем более в первые месяцы 2017 года продемонстрировали позитивную динамику увеличения товарооборота по сравнению с прошлым годом. Только за первые два месяца этого года товарооборот между Белоруссией и Китаем составил более 430 миллионов долларов. Это плюс 130% к аналогичному прошлогоднему периоду. В течение года в стране обещают новый инструмент для иностранного капитала. На финансовом рынке страны появится новый вид ценных бумаг. Человек, не желающий разбираться в тонкостях работы фондового рынка, может стать инвестором, вступая в инвестфонды. А уже их работу будут вести люди со спецподготовкой. Это сократит до минимума риски небольших вкладчиков. Это инструмент, который может позволить любому человеку, в общем-то, даже который не хочет и не испытывает большого желания разбираться в перипетизах фондового рынка, изменения индексов, становиться инвестором, вступая в инвестиционные фонды, покупая ценные бумаги этих инвестиционных фондов. И о курсах валют. Доллар растет шестые торги подряд. Сегодня буквально рванул вверх, плюс 2 копейки. Курс на завтра 1,92. За его стремительным взлетом последовал евро, также плюс 2 копейки. Завтра по Нацбанку 2 рубля 14 копеек. Российский рубль продолжает системно падать. За сегодня минус 3,5 копейки за сотню. В итоге за российскую валюту дают 3 рубля 20 копеек. Таковы основные деловые новости среды. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо. С обзором деловых событий дня была моя коллега Наталья Надольская. Медицинские, промышленные и даже гастрономические такие профильные туры могут стать основой белорусского туризма. Об этом говорили сегодня во время Дня информирования в Белыничах. На предприятие Бабушкина Крынка приехали ведущие телеканалы СТВ, участники проекта «Живая классика», а также звезды эстрады. Генеральный директор столичного телевидения рассказал о том, как наша страна может привлекать иностранных гостей. Юрий Прокопенко продолжит тему. Первым делом гостям показывают производство, а показать есть что. Белынический филиал Бабушкина Крынки специализируется на сыре. Производство современное, автоматизированное. Предприятие «Флагман» Могилевской области, его филиалы несколько раз посещал президент нашей страны Александр Лукашенко. Дегустация продукции всегда получала высокую оценку. В Белыничах выпускают более 30 сортов сыра, 20 тонн в сутки. В белорусских магазинах Белынический сыр расходится быстро. Маас Даммер, Король Генрих, Гройцер Экстра, хорошо известная бренда не только у нас, но и за рубежом. Большая часть продукции идёт на экспорт в ту же Россию. Белорусский сыр высоко котируется у москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Европейский рынок сортами сыра пресыщен, однако наш пробился сразу в категорию лакшери. Белынический сыр на выставке Брюсселе получил сразу две звезды так называемого сырного мишлена. И так родилась идея. Удивлённые европейцы хотят видеть, кто и как делает лучший сыр. В свете без виза на заводе подумывают организовать сюда экскурсии. Одними из первых настоящих вкус в Беларуси оценили руководство и сотрудники телекомпании СТВ. Белорусские молочные продукты любят во всём мире практически во многих странах. Пользуются спросами сыра и молока. И мы сами всё это едим, но не знаем, как это производится. Поэтому сегодня на Белыническом сырозаводе нам показали, как всё это делается. Мы приехали рассказать о туристических возможностях Беларуси, о том, как хороша наша страна. И увидели, какое хорошее современное производство в Беларуси. Теперь понятно, почему нашу белорусскую молочную продукцию так любят во многих странах мира. Очень интересно узнать, как и из чего он делается. Это совсем другие эмоции. И вот я приеду домой, куплю замечательный сыр, зная, как он теперь производится. И мне кажется, он будет даже более вкусен, чем раньше. Посещение завода – часть плана Дня информирования. Всегда полезная встреча с трудовыми коллективами. В этот раз с Юрием Казиатко говорили о Беларуси как туристической стране. Ведь производство сыра – это частичка того интересного, что можно увидеть у нас. Промышленный туризм уже организовали на МТЗ и Белазе. Молочка – это ещё одна наша гордость. Не всегда такую видишь за рубежом. В итоге получился живой разговор с реальными репортерскими историями зарубежных съёмок. День информирования у нас первый раз так проходил. Чтобы концерт, известные люди. Людям всем понравилось, они сидели все довольны. А вообще туризм – это ещё и про любовь к стране. Ведь показывают самое лучшее. Наша компания является одним из организаторов конкурса юных чтецов «Живая классика». Ребята тоже были на встрече. Когда дети читают слух и с надрывом, стоит ехать сюда, чтобы это услышать. Много и хотела купить музыке скрипку его, а ли он не продал ей никому. Потом был небольшой концерт под ещё одним брендом СТВ «Золотая коллекция Беларуси». Для меня вот это называется отдушина. Поэтому я сюда с удовольствием с огромным езжу и выступаю с успехом лишь потому, что мне это очень важно. На этом предприятии, как выяснилось, работают по-настоящему профессиональные и творческие люди. На территории множество небольших скульптур, сделанных своими руками из подручных материалов. Всё это отлично гармонирует с идеальной чистотой и модернизированным производством. Такой мини-музей под открытым небом будущим туристам наверняка понравится. Юрий Прокопенко, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. Медицинские учреждения в Островце снастят самым современным оборудованием на завершающей стадии в городе энергетиков строительства новой больницы. А в будущем году здесь приступят к возведению центра гигиены и эпидемиологии, который будет контролировать чистоту продуктов питания. Активно развивается и социальная инфраструктура, детские сады, школы, торгово-развлекательные и спортивные комплексы. Ольга Коршун сегодня увидела обновленные пейзажи. Строительство атомной электростанции дало зеленый свет возрождению всего города. Буквально пару лет назад здесь появился первый светофор, а сегодня ходит общественный транспорт. В планах строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с тренажерным залом и бассейном, а еще детская школа искусств и, конечно, жилье. Одним словом, город развивается на большой скорости. В новое здание скоро переедет и районная больница. Строительство уже на завершающей стадии. Новая клиника сможет обслуживать 60 тысяч человек. Это значит, что пациентом станут жители не только Островецкого, но и соседних районов. На базе больницы появится межрайонное инфекционное отделение. Многие кабинеты будут оснащены современным оборудованием, к примеру, компьютерным томографом и МРТ. Скорее всего, первых пациентов больница примет уже в следующем году. На данный момент ведется строительство новых стационарных отделений. Данное помещение старой больницы планируется провести реконструкцию для размещения здесь амбулаторно-поликлинического звена. Поликлиника, детская консультация, женская консультация. В следующем году в Островце появится и центр гигиены и эпидемиологии. Возведение такого объекта заложено в инфекционной программе по строительству АЭС. Завершить проект планируют за 9 месяцев 2018 года. Центр гигиены и эпидемиологии станет мощной радиологической лабораторией, где будут контролировать качество продуктов питания и воздуха в Островце. Для этого его оснастят специальным оборудованием. Мы еще раз сегодня определили, что при таких мощностях и площадях, которые занимает больница, которые будут вводиться, необходимо создавать и межрайонные центры, и реабилитации, наверное, кардиологические межрайонные центры. Возможно, и окушенство в гинекологии. В этом учреждении будет установлено новое оборудование, которое позволит выполнять и оперативные вмешательства, и оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Островец активно застраивается. В городе выросли уже три микрорайона. Вместе с жильем подтягиваются и социальные объекты. Вот этот детский сад примет первых воспитанников буквально дня на день. В распоряжении юных белорусов бассейн, тренажерный и хореографический залы, компьютерный класс, игровые комнаты. Это учреждение в настоящее время практически завершено в плане строительных работ. Идет активно поставка оборудования, и в ближайшее время это учреждение будет введено в эксплуатацию. На перспективу в 2018 году в этом же микрорайоне откроется еще одно учреждение дошкольного образования на 190 мест. На подходе и новая школа, которую смогут посещать около 800 детей. Ее откроют в следующем году. В перспективе реконструкция стадиона и создание творческого дома для юных горожан. Такая богатая инфраструктура для детей не останется без внимания. Островец лидирует среди белорусских городов по приросту населения. Ольга Коршун, Илья Пучко, телекомпания СТВ, Гродненская область. С четвертого форума регионов Беларуси и России наша делегация планирует привести контракты на 400 миллионов долларов. Ведущие производители двух стран традиционно собираются вместе, чтобы договориться о новых проектах. В портфеле предложений этого года более полусотни соглашений о сотрудничестве. Ставка на высокие технологии. Современные белорусско-российские инновационные разработки и молодежные проекты будут представлены на выставке форума. В дни форума будет работать и ярмарка продажи белорусской продукции, в которой примут участие около 60 организаций Беларуси. Сегодня программу форума детально обсудили в Совете Республики. Свыше 4000 военнослужащих и более 220 единиц боевой техники примут участие в параде 3 июля. Сегодня в Минске прошла репетиция пешей колонны и роты почетного караула. Их выступление по традиции одно из самых зрелищных. Месяцы тренировок и бесконечные дубли, счет которым идет на тысячи. Все действия бойцов отработаны безупречно. Наблюдать, затаив дыхание, миллионы зрителей будут десятки строевых приемов и виртуозных элементов. Не обойдется в этом году и без новинок, однако сюрпризы пока держатся в секрете. Служу я уже больше года. Поначалу, конечно, тяжело давалась шашка. Она непредсказуема. Весит не так уже и много. Очень много надо тренироваться, чтобы как руку подобрать, как кинуть, как плечо подвернуть. Мы очень много со своим товарищем тренируемся над этим, над броском. В этом году парад должен получиться более быстрый, более зрелищный, насыщенный, так как мы использовали не военные марши, а более современную белорусскую музыку. Под изменения в музыке подстроены все наши движения, вращение карабинов, все перестроения. Меняется музыка, меняются движения. Поэтому должно быть довольно-таки интересно. Чикань и шаг военные продолжат еще и на генеральных репетициях, которые пройдут у Стеллы Минск. Город-Герой 24 и 28 июня. В Бресте вспоминают последний мирный день 41-го. 76 лет назад город первый принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Сегодня здесь парадом реконструкторов начался военно-исторический фестиваль. Участники прошли по главным улицам города-героя. Петр Бутрим окунулся в атмосферу военных лет. Сложно себе представить, но 21 июня 76 лет назад по этим улицам все еще непринужденно прогуливались и даже не думали о войне. Здесь же сегодня пестрит военная форма и шумит техника. Все это дань памяти событиям, которые оставили самый кровавый след в нашей истории. Марш реконструкторов на пути из полевого лагеря Брестской крепости сюда, в центр города, собрал несколько сотен участников. Строевые песни, военные обмундирования того времени и быт в лагере реконструкторов – все как в далеком 41-м. Помимо белорусов здесь представители десятка стран, соседних России, Украины, Польши, а также далеких Китая и Японии. Впервые в Брестскую крепость приехали и реконструкторы из Чехии. Мою родину Чехословакию освобождила Красная Армия. В нашей земле погибло 150 тысяч красноармейцев. Это большое число должно припоминать геройство этих людей, потому что они боевали за мою землю, они погибли за мою землю. Военно-историческое действие постепенно переместилось на самую оживленную улицу города. Именно здесь воссоздали настроение последнего предвоенного мирного дня. Офицеры – дамы, одетые по моде сороковых, а также довоенные мотивы. Это субботний вечер, это кто-то гуляет с семьями, офицеры, значит, с членами своих семей. Проходили, значит, танцы, проходили, значит, какие-то вечера, встречи, творческие встречи людей. То есть, в принципе, то же самое, что сейчас у нас происходит на улице Советской. В прошлом году наша реконструкция стала лучшим мероприятием в странах СНГ. Назад в прошлое, буквально через несколько часов прогремят первые взрывы и выстрелы той войны. К слову, самые трагические ее эпизоды также станут частью Дня памяти спустя 76 лет. Основные же мероприятия уже непосредственно в Брестской крепости пройдут ночью и на рассвете. Митинг-рэквием объединит тысячи неравнодушных. Там же атмосферу первых мгновений войны в деталях передаст масштабная реконструкция. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. Оливье Шарли снова в Минске. В эти минуты знаменитый французский виртуоз вместе с государственным академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Анисимова дает концерт филармонии. Исполняет мелодии белорусского композитора. Кроме музыкального таланта, зрители могут насладиться и настоящим раритетом. Скрипке француза в этом году исполняется ровно 270 лет. Анастасия Бенедесюк, музыканте с мировым именем. Он музыкант с мировым именем. Она творение рук ученика самого Страдивари. На скрипках Карла Бергонцы когда-то даже играл Паганини. Этому инструменту представьте только 270 лет. И таких скрипок в мире лишь 50. Оливье Шарлье на сцене себя первой скрипкой не называет, но ее зовет не иначе, чем королевой оркестром. Со струнным француз не расстается уже долгие годы. Скрипка в руках даже при авиаперелетах. В день концерта месье Шарлье интервью не дает принципиально. Это день накануне. Самое сердце белорусской столицы. И несмотря на то, что в Минске маэстро концерт дает уже в третий раз, как турист гуляет впервые. Это ваш повседневный образ. У вас всегда в руках скрипка, даже если вы просто гуляете, знакомитесь с городом, с какой-то другой страной. Да, это уже такая часть меня. Я всегда беру ее с собой. К тому же я сегодня узнал, что это музыкальный центр Минска. Поэтому все не случайно. У вас проходят здесь концерты, джазовые вечера. Это прекрасно, когда музыка выходит за рамки только концертного зала. А вот сам месье признается, не на каждой сцене готов расчехлить свой инструмент. Скрипка с историей требует особого отношения. Дождь, ветер, даже небольшое отступление от нормы. К примеру, влажность и воздухо. И концерт под угрозой срыва. Это мой настоящий друг. На сцену мы выходим только дуэтом. Я ей полностью доверяю. И этот дуэт услышит таки столица. На улице, что сама по себе практически невозможно. При сильном ветре и штормовом предупреждении. Я исполню Баха. Эта композиция, она как ни одна другая, ассоциируется у меня с Белоруссией. Она очень мелодичная. И вообще, это музыка, которая действительно объединяет меломанов всего мира. Свой первый концерт Оливье дал еще в 10 лет. Он играл с самыми известными оркестрами Парижа, Лондона, Монреаля, Токио, Берлина и с нашим симфоническим. Несмотря на лингвистический барьер, мы говорим на общем языке. Языке музыки спасибо, что показали мне исторический Минск. И еще я должен сказать спасибо за Шагала, которого во Франции все очень любят. И я особенно, ведь он так часто изображал скрипача. Тандем французского скрипача и белорусского оркестра от маэстро Анисимова. Специально к Международному дню музыки. Сегодня во всем мире отмечают праздник, придуманный именно во Франции. Ну а в Минске его решили объединить еще и с 25-летием установления франко-белорусских дипотношений. В Большом зале филармонии нет свободных мест. Ностальгия от белоруса Смольского, а затем концерт посвящения Луи Джинону и симфония Малера. Этим выступлением в филармонии завершают симфонический сезон. Анастасия Бенедесек, Валерий Науменко, Андрей Новгородцев, Александр Бутрим, телекомпания СТВ. На этом выпуск завершен. Больше новостей найдете по адресу в интернете mctv.by. Репортажи, эфирные видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Наш эфир продолжит столичные подробности. Об итогах дня, как всегда, расскажем в 22.30. Субтитры создавал DimaTorzok